Прошлый год стал для сотрудников органов внутренних дел настоящим экзаменом на прочность. Были завершены аттестационные мероприятия и реорганизация структуры МВД России. Поменялось руководство районного управления. В то же время велась активная работа по профилактике, выявлению и раскрытию преступлений, контролю за оперативной обстановкой. В целом отмечено снижение количества преступных деяний, разбойных нападений, тяжких преступлений, краж. За 2012 год на территории обслуживания управления на 26% меньше зарегистрировано сообщение о преступлении. Их количество составило 2063. Аналогичный период прошлого года 2810. В то же время количество преступлений, совершенных на улице и в общественных местах, увеличилось в разы. Мы наметили уже направление деятельности, по которым необходимо произвести работу. Наметили конкретных исполнителей и конкретные сроки. Вызывает беспокойство ситуация с мигрантами, незаконным оборотом наркотических средств. Начальник полиции Главного управления МВД России по Московской области обратил внимание на дисциплинарные нарушения сотрудников правоохранительных органов, в частности на работу дежурной части. В отсутствие начальника, в отсутствие лиственных, работы, нарядов, организация работы по расстройке преступлений осуществляет оперативный дежурный. Это главный начальник и работа, по всей видимости, должна строиться. Оценку «Отлично» за работу получило охранно-конвойное подразделение, обеспечивающее конвоирование подозреваемых и обвиняемых в суд, в следственные изоляторы. Одна из главных задач органов охраны правопорядка – создание системы настоящих партнерских отношений с обществом и гражданами. Не последнюю роль в этом играет совместная работа муниципальной власти и полиции. Мы реализуем на территории Ленинского района программу, связанную с укреплением нашего участия в поддержке правопорядка, охраны общественного порядка. Надо сказать, что действует программа «Безопасный город», и благодаря действию этой программы только в этом году выявлено около 30 преступлений. Мы будем наращивать материальные средства, они запланированы в бюджетах. В ходе отчетного совещания некоторые сотрудники были отмечены благодарностями губернатора и Главного управления МВД России по Московской области. В завершении встречи Олег Слепенчук заверил, что у коллектива районного ОВД имеются необходимые резервы и возможности для дальнейшего качественного улучшения работы. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова